Привет, с вами Сойер. Сегодня у нас интересная задача. Мы занимаемся анализом архитектуры. Была недавно в сообществе задачка на развитие архитектурных скиллов. Нужно было проанализировать конкретный проект на GitHub, часть стека Метархия. Это проект, который делает Тимур. Так вот, нужно было проанализировать его, потому что я посмотрел этот проект. Он очень интересный, очень выразительный, очень классный. И вот по нему, на мой взгляд, как раз очень хорошо прокачивать архитектурные скиллы. И, в общем-то, судя по тому, какое количество людей заинтересовалось, поставило лайки, видно, что эта задача интересна. Но вот по комментариям все немножко грустно. Во-первых, там в README, в описании самого проекта, есть вот эта вот фраза, что там используется ADDD, луковая архитектура, DI, SOLID, GRASP, контракт-бейст, подход и так далее. В общем, это не совсем так или даже совсем не так. Люди поленились посмотреть код, не поняли его или вообще не знали, как проанализировать проект. Поэтому вот в этом видео я покажу, как надо. То есть, что должен делать каждый разработчик, когда его просят проанализировать архитектуру проекта. Почему это важно? Потому что, не умея анализировать чужую архитектуру, вы, естественно, не можете проанализировать и свою. И, не имея возможности проанализировать свой проект, вы не имеете возможности сравнить и, соответственно, устранить проблемы на вашем проекте. То есть, сделать проект, не понимая, как архитектурно он функционирует, это верный путь к тому, чтобы сделать что-то, что будет походить на большой комок грязи. Всем известный шаблон. То есть, вы не сможете в какой-то момент развивать свой продукт. Поэтому, давайте посмотрим, что я предлагаю всегда смотреть и уметь видеть. Первое, это нужно уметь определять тип архитектуры вашего проекта. Второе, видеть архитектурные границы внутри вашего проекта. Дальше, видеть архитектурные принципы. Смотреть, какие именно архитектурные шаблоны и стили используются в вашем коде. Смотреть, какой подход есть к организации кода. Увидеть, что это за подход, в чем он выражается. Ну и увидеть, конечно, парадигмы и конкретные элементы на уровне кода. То есть, это простой совершенно workflow, который почему-то ставит в ступор. Давайте я расскажу, что я ожидал услышать. И, кстати, были комментарии, которые частично как раз это и рассказали. Комментаторы не все были, вот те, кто ленивый, кто прочитал только ритмы. Окей, давайте смотреть на проект. Первое, что я всегда предлагаю при анализе проекта, это для того, чтобы ответить на первые два вопроса. Что такое, какой тип архитектуры и архитектурные границы. Нужно проанализировать в общем, что из себя представляет проект. И заодно посмотреть, какие технологические элементы в нем используются. Я всегда смотрю, в первую очередь, на систему версионирования. Здесь сразу видно, что используется семантическое версионирование. И даже можно заметить, что уже вторая версия проекта идет. И если там немножко покопаться, 29 релизов выпущено. Изначально было три релиза первой версии, а потом уже аккуратненько идут релизы второй ветки. И вот здесь, что мне импонирует, что здесь все грамотно версионируется. В том числе и учитываются патчи. Очень часто патчи не учитываются, выпускают какие-то ровные версии 2.4.0, 2.5.0. Это говорит о том, что как бы не используется вот эта последняя циферка, хотя она там есть. Здесь все с этим нормально. Окей, то есть мы видим, что используются семантические релизы. Окей, а теперь по организации кода. У нас существует два основных подхода. Это монорепозиторий, когда в одном репозитории собрано все необходимое. И мультирепозиторий. Вот здесь как раз используется второй. То есть метархия – это технологический стэк. И все компоненты метархии вынесены в отдельные репозитории, которые являются пакетами, которые находятся в NPM. И, соответственно, распространение этих пакетов делается через пакетный менеджер. И поэтому здесь важно версионирование. Причем грамотное версионирование. Здесь, в принципе, очень важно. Патч у вас нулевой или первый, или второй. Потому что пакетный менеджер ориентируется на эти цифры, когда предлагает вам обновиться. Соответственно, мультирепозиторный подход. Все пакеты лежат в NPM. И, соответственно, у нас используется дублирование для того, чтобы развязать зависимости. И про этот подход мы сейчас в этом видео говорить не будем. Если интересно, прямо про сравнение мультирепозиторий и монорепозиторий с позиции архитектуры можно поговорить в отдельном видео. Окей. Значит, версионирование мы поняли какое. Мультирепозиторный подход понятен. Давайте посмотрим еще важный момент. Это ChangeLog. Вообще, я за сторонник унификации. И, насколько вы знаете или не знаете, существуют практически на все основные технологические моменты, связанные с введением репозитория, стандарты. Так, на ChangeLog есть замечательный открытый стандарт. Стандарт кипа ChangeLog. И прелесть этого стандарта в том, что он, в общем-то, предлагает не только прямо конкретные теги для введения ChangeLog и способ организации ChangeLog. У него есть самое важное. Это то, что он фиксирует в самом начале описание ChangeLog. Что там используется в вашем проекте. Да, вот в данном случае мы видим, что семантическое версионирование и стандарт кипа ChangeLog. Это позволяет разработчикам разговаривать на одном языке. Это очень-очень-очень важно. К сожалению, в метархе используется свой подход. Он чем-то похож на кипа ChangeLog. Но он явно свой, он явно сложился исторически. И это как бы не минус, но это просто нюанс, соответственно, подхода. То есть я за унификацию, за стандартизацию, поэтому я бы взял готовый стандарт. Более того, некоторые автоматические средства именно в стандартных вариантах и реализуются. У некоторых автоматических версионирований, у некоторого автоматического версионирования есть свои стандарты. Окей, ChangeLog мы посмотрели. Ну, здесь Unrealist это явно взятый из кипа ChangeLog. То есть это стандартный подход, когда есть еще не выпущенный релиз, какие-то изменения есть. Они здесь вот фиксируются в Unrealist. А дальше пошло все как положено. То есть перечисляются фичи, но сюда можно было бы добавить не только фичи, но и какие-то структурирования относительно того, как сформирована версия. То есть мы, например, здесь видим, что это патч. Как бы непонятно, то ли это фичи, то ли это патчи. В общем, здесь можно было бы в этом вопросе взять стандартные совершенно вещи, типа кипа ChangeLog и их использовать. Но это не минус, это просто, я думаю, исторически сложилось, потому что проект стартанул давно и вот так сложилось. Окей, с ChangeLog понятно, он использует свой формат. То же самое с именованием коммитов. У нас есть вещь, которую я рассматривал недавно совершенно. Это опять же семантическое, извиняюсь, conventional коммиты, когда у нас используется тип, scope. Первая линия коммита это описание, title, да, коммита, потом идет, если надо, многостраничное описание и так далее. То есть у нас есть тоже отдельный такой стандарт, не стандарт, открытый стандарт, conventional commits. Он здесь не используется и это тоже, я думаю, исторически сложилось. То есть вот мы уже имеем представление, общее представление о том, как с технологической точки организован проект. С одной стороны, он закрывает все необходимые вопросы, связанные с сопровождением проекта. Это выбран какой-то определенный стиль ведения репозитория, выбрано версионирование, выбран формат ChangeLog, выбран, соответственно, стиль коммита, потому что он здесь очень-очень похож на conventional commits. Но мы понимаем, что это все собственные мысли, что называется, это не унифицировано и, может быть, было бы лучше, если бы все-таки это было приведено к единому стандарту, потому что сейчас, на мой взгляд, этот процесс очень хорошо заметен в разработке. Окей, то есть мы посмотрели общую организацию, теперь мы готовы ответить на вопрос о типе архитектуры и о архитектурных границах. Для этого нам нужно посмотреть на код. В коде мы сразу видим, что здесь структурировано все на уровне файловой системы, но если мы посмотрим внимательнее, у нас есть вот этот файл зависимостей, и он используется во всех файлах. То есть к вопросу о архитектурной границе, внутри, внутри самого импресса нет архитектурной границы. Почему? Архитектурная граница – это интерфейс, который следует из контракта, и это публичный способ получить доступ к каким-то закрытым частям нашего проекта. То есть архитектурная граница возникает на стыке двух закрытых и изолированных друг от друга компонентов, модулей, пакетов и так далее. И вот здесь импресс – это самостоятельно уже являющийся модуль. Это следует из того, что у нас монорепозиторий, и в каждом монорепозитории, отдельный репозиторий – это самостоятельный модуль. Соответственно, импресс – это уже самостоятельный модуль, и, соответственно, внутри него никаких архитектурных границ не проведено. А вот внешняя архитектурная граница как раз проведена через файл, собирающий все зависимости. То есть это и есть точка доступа к этому модулю, здесь все зависимости сведены, и это внешняя архитектурная граница. То есть, отвечая на вопрос о архитектурных границах, здесь их нет. Здесь есть структурированный код, но без внутренних архитектурных границ. Повторяю, что здесь нет внутренних разделений, у нас весь код зацеплен друг на друга, и управление зацеплением на уровне разделения обязанностей здесь не делается. Теперь по типу архитектуры. Ну, здесь, опять же, все следует из-за монорепозиторности, из-за отсутствия внутренних архитектурных границ. Это монолит единственного процесса. Для того, чтобы более подробно прочитать про монолиты, и не думать, что я придумываю эти все названия на ходу, вот есть хорошая книга, книга монолиты, это у микросервисы, автор Сэм Ньюман. Здесь вот как раз про монолиты единственного процесса написано, и про другие виды монолитов написано, и рассказано, что и как нужно делать, чтобы перейти с монолитов на микросервисы. То есть вся эта теория вот в этой книжке есть, поэтому пользуйтесь. Окей, мы определили архитектурные границы, мы определили тип архитектуры, мы определили технологические моменты. Дальше смотрим на архитектурные принципы, слава богу, здесь нам помогает Redmi, и здесь, в общем-то, все описано. Это стандартный Solid и стандартный Grasp и инверсия зависимости. Значит, установили, что здесь нет DDD и луковой архитектуры, возникает вопрос, к чему же тогда относится вот эта запись. А эта запись относится к тому, что Метархия и импресс, они позволяют создавать свои приложения. И вот если мы сейчас посмотрим пример приложения, и для сравнения посмотрим на структуру и архитектурные границы самого приложения, мы здесь сразу видим, что здесь как раз архитектурные границы проведены. У нас есть отдельная доменная логика, у нас есть база данных, у нас есть библиотечный код. И здесь-то как раз позиции проведения архитектурных границ, они четко прослеживаются, в том числе и из-за структуры файловой системы. И вот как раз луковая архитектура – это архитектура всей Метархии, а DDD – это концепция и архитектура, которая используется на уровне создания приложений. В самом импрессе она не прослеживается, ее здесь нет, это монолит. Окей, значит, на уровне принципов мы увидели Solid и Grasp, это прямо из Readme, поэтому мы не будем это все сейчас подробно и глубоко копать, потому что там действительно есть о чем поговорить, много о чем можно поговорить. А двинемся дальше. А дальше идет используемый шаблоны и стили в контексте архитектуры. Здесь достаточно все просто, ввиду того, что импресс.js – это сервер, то, очевидно, здесь используется клиент-серверная архитектура и, соответственно, клиент-серверный стиль. Но еще из интересного у нас есть, соответственно, у нас есть, соответственно, воркеры, да, то есть элементы, которые позволяют распределять нагрузку, ответственность, имеют свой контекст исполнения. И для организации взаимодействия с ними используется обмен сообщениями, и это нам позволяет увидеть еще один стандартный, в общем-то, известный шаблон архитектуры – это брокер сообщений. То есть обмен сообщениями обычно реализуется через этот шаблон. Вот еще один шаблон, который тоже было бы неплохо знать, это архитектурный шаблон, который, ну, похоже, что здесь используется. Нужно отметить, что для более точного и глубокого анализа это нужно больше времени и копать уже конкретно код, но вот на вскидку он здесь используется. Окей, это вот два шаблона, которые вот прямо сразу сходу видно. Еще какие-то шаблоны можно было бы поискать, но я вот пока особо их здесь не заметил. Если вы заметили, напишите в комментариях. Теперь давайте подходы к организации кода. Значит, здесь, опять же, монолит. И если вообще покопаться в монолитах, окажется, что у монолитов много всяких разных. И есть монолиты на уровне архитектуры, есть монолиты на уровне кода, есть монолиты на уровне системы, и бывает монолитность архитектурная и монолитность кода. В общем, на самом деле, кто только про монолитность не писал. И если вы хотите, вот прямо очень вам интересно все эти архитектурные вещи рассмотреть, то вот у меня есть список литературы, и здесь про монолиты и микросервисы написано очень много. То есть вот книжка, которую я уже рекомендовал, Sam Newman, потом поговорить про монолиты можно в любой книжке, где есть микросервисы, да, вот название, где есть микросервисы, там уже говорится про монолитность и про микросервисность, в том числе и на уровне архитектуры, на уровне кода. Вот, если вообще вам интересно разобраться со всем тем, что я сейчас говорю в этом видео, то вот списочек из 23 книг вам рекомендую прочитать и начать с книг, которые выделены жирным. Так вот, возвращаясь к тому вопросу подход к организации кода, здесь это структурированный монолит, который разбивает наш код на файлы и, соответственно, каждый файл это самостоятельная сущность, которая используется в нашем монолите и это, в общем-то, подход, который используется совместно и, скорее всего, вы тоже его используете. То есть, структурирование на уровне файловой системы это стандартные решения в архитектуре кода и, в общем-то, ничего нового здесь никто никогда не придумал, кроме того, что догадываются еще там создавать пакеты, которые через пакетные менеджеры зависимости выносят отдельно. И это уже отдельный тоже разговор. И используемые парадигмы и конкретные элементы это тоже очень интересный вопрос, потому что, если посмотреть, опять же, с учетом того, что это JavaScript, и мы знаем, что JavaScript это мультипарадигмный язык, то, естественно, здесь миксируется объектно-ориентированный подход. И здесь миксируется функциональный подход, они вместе сочетаются, используются, и это для JavaScript нормально. То есть, грамотно смиксовать два подхода в рамках мультипарадигмного языка это нормально. Теперь, если мы будем копать дальше, то возникает вопрос о стиле, да, то есть, если используемые парадигмы и конкретные элементы, здесь же еще возникает вопрос о том, в каком стиле оформлен код. Если здесь посмотреть Contributing MD, то здесь есть ссылки на то, что код должен быть отформатирован. И вот еще один недостаток, нет ссылки на Style Guide, который используется. Но он очень-очень-очень похож на Airbnb, JavaScript Style Guide, который вы легко можете найти в интернете. По крайней мере, немножко побегов по коду, я не нашел каких-то значимых различий с этим гайдом. Скорее всего, он здесь используется или что-то производное от него. Вот, то есть, это оформление кода тоже стандартизируемая вещь. То есть, все элементы, которые я сейчас рассказываю, они имеют открытые стандарты, и разработчики все больше переходят именно на какие-то стандартные элементы, ведение репозитория, и в архитектуре проекта это занимает важную позицию. Значит, дальше мы можем еще обратить внимание, что код очень грамотно выполнен с позиции как раз разделения обязанностей, с позиции солида. Здесь, если посмотреть на код, то мы видим, что используются и понятия main функции, и конфигурационные функции. И, допустим, если мы увидим конструкторы, то они все выполняют конфигурационную роль. Если мы увидим функции, отвечающие за логику, то в ней не будет уже функции main. Main функция, она отвечает за сбор нескольких функций, отвечающих за логику в один единый алгоритм. И здесь, опять же, покопавшись, мы увидим, что распределение с позиции обязанностей, оно сделано грамотно, и как раз на уровне конкретных элементов мы видим разделение на main функции, на конфигурационные функции, на функции, содержащие логику. Это еще вот один вопрос к конкретным элементам. И последнее, что интересно мне было бы посмотреть здесь в коде, это упоминание о контрактах. Вообще, контрактное программирование – это достаточно интересная штука. И вот здесь есть схемы. Очевидно, что это как раз и есть та отсылка к контрактам, которая подразумевалась в Ридме. И надо понимать, что есть разные варианты реализации контрактов. Один из самых популярных – это всякие ассерты, предпостусловия и варианты. Вот здесь этого не используется. Контрактом также можно считать и тип функции, которые она использует. Поэтому в данном случае, на самом деле, схема является обычной схемой, контрактом и проверяется через обычную утинную типизацию. Опять же, это стандартный подход в JavaScript. И если здесь пытаться искать конкретно контракты, которые реализуются через предпостусловия, то явно их здесь нет. Но нужно вспомнить, что типы являются одним из видов контрактов. Их можно рассматривать как контракты. И в этом смысле они здесь есть. А также здесь есть, несмотря на то, что сам проект написан на JavaScript, здесь есть еще типы для TypeScript, которые можно использовать в конечных проектах. Таким образом, мы провели весь анализ по этому упрощенному workflow. И хотелось бы теперь понять, почему как бы так мало сказано о архитектуре проекта в комментариях. Вообще, конечно, прочитать вот такой объемный, здоровый список литературы и что-то понять очень сложно. На самом деле, я уже давно веду архитектурные стримы и хотел бы, воспользовавшись случаем, их прорекламировать. То есть, у меня есть на Патреоне подписка. Она стоит буквально 5 долларов в месяц. И уже более 14 часов стримов у меня записано, где все эти вопросы я подробненько рассмотрел. То есть, я сейчас взял вводный архитектурный стрим, взял информацию о нем. И вот здесь я, в общем-то, собрал все то, что сейчас я использовал в анализе этого проекта и даже больше. Мы там разговариваем и про модель C4, и про требования и так далее. То есть, на самом деле, все, что я сейчас рассказал, должно автоматизироваться и изучаться программистами самостоятельно. И, конечно, через книжки делать это сложно. Мало курсов. Я, по крайней мере, поискав, не нашел каких-то курсов хороших по архитектуре, которые бы позволило бы вот такой взгляд выработать. Поэтому я веду свои архитектурные стримы. Если вам интересно, вот как бы на таком уровне, как я сейчас показал, анализировать проекты, пожалуйста, с Lover.ru присоединяйтесь к архитектурным стримам. У нас здесь есть даже сайт уже почти готов, и скоро он будет окончательно готов, где все стримы собраны, и их можно просмотреть. Поэтому, если вам действительно хочется хорошо разобраться в вопросе и понять, откуда все вещи, которые я сейчас рассказываю, берутся, вот, пожалуйста, архитектурный стрим. На этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.